Это программа День с толком, студия Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Не ходите в школу. Алтайский край в центре очередного урагана и смены погоды. Малый и средний бизнес должен жить дольше. Как будут развивать сферу МСП? 2000 гостей, шоу-дронов и ледовая фигура от Олега Газманова. На курорте Манжирок открылись зимний сезон. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Свет людям восстановили работу коммунальных объектов. Работа по устранению последствий непогоды находится на контроле в мэрии Барнаула и районных администрациях. Отметим, в Алтайском крае продолжает действовать шторм-прогноз. Сегодня ожидаются порывы ветра в 15-20 метров в секунду. В предгорьях скорость ветра может достигнуть 30 метров в секунду. Синоптики прогнозируют дождь, снег, гололед и метели. Известно, что на алтайских трассах уже началась серия ДТП. В частности, в Волчихинском районе водитель скорой не справился с управлением на скользкой дороге и съехал в Кювет. Масштабы непогоды в декабре, конечно, не сравнимы с разрушительными последствиями урагана в ноябре, но, тем не менее, бдительность и осторожность не помешает. Нужно повременить с поездками на дальние расстояния и по возможности оставаться дома. В Барнауле продолжают устранять последствия аварий на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Партизанской. Накануне там провалился асфальт и случилось это в тот момент, когда по проезжей части ехала машина. Сибирской генерирующей компании нашему телеканалу сообщили о том, что яма возникла из-за плывуна, так называют насыщенный водой грунт. Его малейшее подмывание провоцирует повреждение дорожного покрытия. Точная причина провала будет названа после вскрытия полотна. Отметим, для проведения земляных работ необходимо перекрыть проспект Комсомольский на пересечении с Партизанской. Схема объездного пути для легкового и грузового транспорта будет опубликована позже. Добавим, провал произошел возле раскопанной территории. По словам местных жителей, такая картина на Комсомольском уже с лета. Кроме того, туда неоднократно приезжали осенизаторские машины. В Алтайском крае с рабочим визитом побывал депутат Государственной думы Александр Демин. Он обсудил с местными предпринимателями современные реалии малого и среднего бизнеса, изучил студенческие стартапы региона и рассказал, как в России планируют развить сферы МСП к 2030 году. Данил Кузнецов продолжит. Малый и средний бизнес в России, вопреки всем санкциям и локдаунам, стремительно развивается. За три года число предпринимателей в этой сфере в стране увеличилось на 7 миллионов. Такому росту помогают меры поддержки, о которых осенью говорили в Госдуме. Однако, по мнению руководителя профильного комитета парламента страны Александра Демина, упор сейчас нужно делать на другой аспект. Депутат Государственной думы и представитель партии «Новые люди» обсудил это с барнаульскими предпринимателями. Мне кажется, что основная задача государства не поддержку делать, а создавать условия для развития бизнеса и нам по-хорошему переходить в такую семантику того, что нам необходимо сделать, чтобы условия для развития бизнеса существовали в стране. По словам Александра Демина, сейчас ставка идет больше не на количественные показатели, а на качественные. Так, к 2030 году выручка на одного работника в малом и среднем предпринимательстве должна увеличиться на 25% по сравнению с 2022. А средняя продолжительность жизни бизнеса должна вырасти с 9 до 13 лет, поэтому нужно поддерживать уже существующих игроков. Это регулирование деятельности аджастеров, это регулирование деятельности франшиз на территории Российской Федерации. Предприниматели поделятся теми правовыми барьерами, которые могут мешать им осуществлять эффективную предпринимательскую деятельность. Мы считаем, что эффективная работа должна включать в себя тандем и федеральной власти, законодательной и региональной аспект. В то же время нельзя забывать, что сектор МСП молодеет. Для выпускников колледжей и вузов нужно упрощать условия для создания бизнеса, подчеркнули участники. Для этого в стране организованы различные конкурсы и гранты. К примеру, программа «Я в деле», которая реализуется на Алтае уже два года. За это время через нее прошли 400 студентов. В этом сезоне лучшими проектами программы признали стартап по разведению и продаже змей и пауков и разработку, позволяющую создавать ежедневники с теорией тайм-менеджмента. Александр Демин высоко оценил идеи алтайских студентов и пожелал не останавливаться из-за неудач. Желаю вам любить ошибки. Если вы столкнетесь с какими-то трудностями, сложностями, поймете, что этот проект не тот, которым хотели бы заниматься всю жизнь, вы бы не останавливались на этом, а пробовали снова и снова. Победителям вручили разные награды. Например, поездка в Москву на федеральную выставку проектов и 100 тысяч рублей на развитие своего дела. Однако лучший приз, подчеркнул депутат Госдумы, сам опыт создания собственного бизнеса. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. С завтрашнего дня Александр Евстигнеев станет представителем губернатора и правительства региона в Алтайском законодательном собрании. Это место поставалось с сентября, с тех пор, как Наталья Кувшинова перешла с этой должности на пост сенатора от края. Александр Евстигнеев за свою карьеру успел поработать в Министерстве экономики и туристическом управлении. В 2014 году перешел в краевую структуру по развитию предпринимательства, возглавив ее в 2018. Теперь его место временно будет занимать Елена Абдулаева. Больше 60 сотрудников Барнаульского пивоваренного завода удостоились городских и краевых наград. Почетное награждение прошло накануне и приурочено к профессиональному празднику – Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Об искренних эмоциях коллектива и труде, благодаря которому один из флагманских заводов Алтайского края сегодня процветает, в репортаже Валентина Аскеровой. Бесценные награды бесценным сотрудникам. На торжественной планерке в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности коллективу Барнаульского пивоваренного завода вручают краевые, городские, районные награды, а также грамоты от завода и Алтайского профсоюза. Сегодняшняя награда – это нагрудный знак Алтайского комитета профсоюза Алтайского края. То, что мы заключили, это социальные льготы и гарантии каждому работнику предприятия. Это выплаты по коллективному договору, это у нас столовая, где у нас бесплатное питание. Все вот это и входит в работу профсоюзного комитета. Приятно, когда тебя ценят, уважают, обращаются к тебе и знают, что человек получит какой-то результат от того, что он обратился. Награда – почетное удостоверение профсоюзов Алтайского края к 75-летию Алтайского края. Мне очень приятно, спасибо, конечно, всем огромное. Желаю, конечно, нашему заводу процветания. Вы представляете свою жизнь сегодня без завода? Вообще не представляю. Даже-даже. За 36 лет вообще не представляю. Мне кажется, мы даже уходим в отпуск и скучаем. В этом году коллектив отмечает юбилей. Любимому предприятию исполняется 45 лет. Почти полвека завод стоит на страже качественных, слабоалкогольных и безалкогольных напитков. И, конечно же, дает рабочие места барнаульцам, предоставляет им социальные гарантии и каждый год выражает признательность за труд. Награждено будет порядка 60 человек. Это те люди, которых отметили в течение года, которые ответственно трудились, самоотверженно трудились, которые проявляли инициативу в своей работе и тем самым двигали завод вперед. Ежегодно завод выпускает свыше 12 миллионов декалитров различных напитков. Продукция произведена исключительно на натуральном сырье. Руководство признается, что нынешний год стал непростым. Летом ввели акцизы на сахаросодержащие напитки. Многие предприятия в стране перешли на сахарозаменители. Но барнаульский завод от своих традиций не отошел. Многие федеральные компании идут по пути уменьшения упаковки. То есть бутылка, стеклобутылка приближается к 0,45-0,4. Пэт-бутылка приближается к литру, которая раньше была 1,5 литра, сейчас 1,3, 1,35, 1,25 уже есть. Мы традиционно как выпускали в формате, понятном для нашего потребителя, так мы этой традиции придерживаемся и выпускаем продукцию в формате 0,5 литра, допустим, той же стеклобутылки. Ну и не уменьшаем. От Камчатки до Сахалина. География поставок у завода обширна. А в этом году предприятие вышло еще и на новый международный уровень. К нам приезжали представители из Китая, с Индии. По итогам этих встреч были заключены меморандумы о сотрудничестве. То есть их заинтересовала наша продукция. Китай положил глаз на слабоалкогольную продукцию завода. Индия на безалкогольные напитки, в частности энергетические. Сейчас решается вопрос о заключении контракта на поставки напитков в страны Азии. И возможно в ближайшее время жители Индии и Поднебесной смогут лично оценить вкус алтайских напитков. Новый ледовый городок, шоу дронов и большие гости. В республике Алтай в минувшие выходные прошло масштабное открытие зимнего сезона на курорте Манжирок. В этом году для любителей зимних видов спорта там подготовили 29 раз протяженностью до 30 километров. На открытие побывала и наша съемочная группа. Последние штрихи от высоких гостей и ледовый городок готов. 200 тонн льда преобразились в фигуры чебурашки, петроглифов, местных божеств и многого другого. Все они теперь встречают гостей курорта Манжирок. Знакомство с легендами и мифами горного Алтая – главная тема фигур, над которыми работали 15 лучших скульпторов страны. Все хорошо, прекрасно, прекрасно очень, впечатление очень хорошее. А какие скульптуры из льда обратили внимание? Нет, мне больше всего понравилось. Это вот на входе, вот этот замок, замок такой красивый сделан. Прям вообще прекрасно все. Это лишь одно из мероприятий, которым на курорте открылись зимний сезон. Майминский район уже полон отдыхающих, так как интерес к горному Алтаю стремительно растет. Каждое четвертое путешествие внутри России в 23-м году совершали в Республику Алтай. Поэтому в горном активно работают над объектами для отдыха и сервиса. Так курорт Манжирок готов к приему гостей по самым высоким мировым стандартам. Весной здесь открыли самый большой в Сибири пятизвездочный отель площадью 56 тысяч квадратных метров с девятью гастрономическими точками. Этот отель сегодня может принять около тысячи человек. Здесь большое количество разных номеров. Здесь очень правильная, хорошая инфраструктура и для отдыха, и для развлечений, и для восстановления сил, и для знакомства с этим замечательным краем, с горным Алтаем. В ближайшие три года открыто еще три отеля, примерно на тысячу номеров. Будет построен конгресс-центр огромный. Не будет никаких ограничений на проведение массовых мероприятий здесь. Будет построена набережная, мы закончили очистку озера. Поэтому каждый год наши гости будут получать все больше и больше услуг. Отдых здесь уже востребован. Открытие зимнего сезона собрало более 6 тысяч человек. Гости посетили различные ярмарки, стали зрителями большого салюта и шоу-дронов. Полтысячи аппаратов в небе показывали легенду о создании Алтая. А изюминкой праздника стали выступления известных артистов. Для гостей Пелли, Филатов и Карос, одна из солисток дуэта «Две Маши», «Зомб». А хедлайнером вечера стал Олег Газманов. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком. В Белокурихе на этих выходных состоялся форум «Алтай-Медиа-2023» для журналистов Алтайского края. Авторы газетных, теле- и радионовостей собрались вместе, чтобы послушать лекции столичных специалистов и подискутировать о настоящем и будущем профессии. А несколько человек получили билеты членов Союза журналистов России. Дарья Ярошина с подробностями. Один из важных моментов жизни – вручение членского билета Союза журналистов России. Александр работает в СМИ не так давно, но уже следует канонам. Важно, когда ночной матч, вечерний, ну, к примеру, хоккей, для меня важно отработать его именно вечером, не в рабочее время, потому что я знаю, что кто-то это будет читать, для кого-то важно там, может быть, мое видение матча, или там результат, статистика. Союз некоторым образом стал модным для молодежи. Действительно модно иметь корочку Союза, на котором на ней написана пресса. И иногда она работает как журналистское удостоверение. Кстати, во время ковида многие очень известные люди хотели быстро вступить в Союз, потому что корочка давала возможность выйти на улицу. Вручение билетов прошло в рамках форума «Алтаймедиа» – первого за пять лет масштабного мероприятия для журналистов. Больше 50 авторов печати, радио и телевидения собрались в Белокурихе обсудить состояние сферы. Так, по мнению гендиректора Национальной ассоциации телерадиоовещания Александра Широких, в России, скорее всего, появится третий мультиплекс. Но альтернатива есть уже сейчас – выход за рамки ТВ и развитие других каналов, соцсетей. Телевизору предпочитают мобильный телефон. Телесмотрение в России очень разное, в среднем это около 4 часов в сутки, но оно падает, ну или растет, давайте говорить по-другому, растет с запада на восток, и Сибирь как бы, ну, грубо говоря, топ-2 по телесмотрению. То есть самое большое телесмотрение на Дальнем Востоке, почему не знаю. Мобильное потребление у нас персональное. Ну, мы никогда почти не смотрим телефон вдвоем с кем-то, да? Ну, если только мы не там сфотографировали друг друга, ой, покажи, там, показал, да? А телевизор – это семейная история. Участники обсудили, что в погоне за реакцией читателя идут на компромиссы со сроками и объемами информации, но не качеством. А с появлением нейросетей и роботов-новостников все чаще приходится доказывать свою незаменимость экспертностью, эмоциональностью, прогнозированием. Также на форуме обсудили организацию современной газеты, СММ, вопросы права. Главный посыл этого форума – это, конечно, образовательный посыл, потому что у нас достаточно много и государственных, и коммерческих СМИ в регионе, и таких мероприятий, как вот медиафорумы, нашему региону, конечно, не хватает. В следующем году в Алтайском крае планируют провести образовательный форум для местных СМИ под эгидой Союза журналистов России. Об этом рассказал председатель Союза Владимир Соловьев после встречи с губернатором Виктором Томенко. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком. «Будущее за нами» – так называется региональная премия общероссийского движения первых Алтайского края. Церемония прошла впервые в Барнауле. В числе номинантов – семьи и школьники, участники молодежного движения. На протяжении года активисты, их наставники и родители ввели активную общественную работу и получили заслуженное признание. Почетный диплом и эффектную статуэтку вручили семье Зарубиных. Галина и ее дочка Настя одержали победу в краевой премии движения первых. Одно из условий конкурса – снять на телефон видеоклип, в котором нужно было рассказать о себе и своих увлечениях. В итоге история нашла отклик в сердцах жюри. Из 20 семей семья Зарубиных признана лучшей. Мы участвовали в течение года в разных конкурсах. Сделали клип, выставили его на сайте. Мы победили. Мы даже не ожидали, если честно. Мы участвовали в благотворительных акциях, то есть помощь детям на СВО собирали посылки. На следующий год я хочу помочь животным, которые на улице, и они бездомные. Я хочу собрать как можно больше денег и отдать все эти деньги им на продукты. Возможно, эта акция помощи принесет семье Зарубиных еще одну победу, но уже в следующем году. А между тем, краевая премия «Река деления движения первых» – награда уникальная. Придумали ее в Алтайском крае и сегодня ее вручают впервые. Победители определили в шести номинациях. Например, наставник или отряд движения. И сейчас, в принципе, все государство обойдет свое внимание на наше будущее. Все возможности благодаря президенту открыты через движение для каждого из вас. С нами дети, родители, наставники, ведущие предприятия, самые сильные организации нашей страны. Потому что мы первые. Мы будущая страна, которая строим с вами сегодня, сейчас, в 89 субъектах Российской Федерации. На торжественной церемонии награждения честовали активистов со всего края. Всего было подано более 1300 заявок. Из них выбрали 400 претендентов. Но самое главное, что каждый из них стал за этот год частью большой и дружной семьи первых, которая и дальше готова жить только в движении. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Смонстр прогноза компания Evalar. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok